Приветствую вас и ситуация действительно очень странная, неоднозначная, двусмысленная и неприятная. Во-первых, давайте попробуем разобраться сначала. Вы пишете, что значит планшет, у него в планшете, есть фото, далее он говорит, что это не его. Соответственно, если человек отрицает принадлежность фотографий к себе, то значит одна будет принадлежность чья-то другая. Если он не называет этой принадлежностью, то соответственно, это откровенное вранье. Это первый момент. Вам нужно выяснить происхождение этих фотографий все-таки. То, что это не его, понятно, да чьи? Чьи они тогда? Этот момент нужно выяснить, чтобы все-таки, знаете, голословно человека не обвинять. Дальше. Чтобы выяснить его предпочтения, вам нужно проанализировать свою интимную жизнь. То есть, если у вас в постели все в порядке, и мужчина увидит, что мужчина вас хочет, что вы его возбуждаете, что вы для него самое красивое, самое желанное, и сексуальное действительно проявляет к вам интерес, то тогда в большей доле вероятности можно сказать, что он не относил. Но если у вас есть проблемы в сексе, проблемы в постели, проблемы в индивной сфере, вот тогда, тогда да. Тогда, скорее всего, конечно, это косвенно, и мужчину вряд ли когда-либо признается, потому что у нас удовольствие и вообще, где бы то ни было, к таким законам относится очень плохо, но, тем не менее, косвенные доказательства говорят о том, что у него есть к этому склон. А то и, в общем-то, даже прямые, потому что фотографии говорят сами для себя. То есть, тут нужно отталкиваться, во-первых, от принадлежности этих фоток, если не его, то чья они. Далее, от состояния его, как мужчины, в постели с вами. И, собственно говоря, вот на этом основании и делать выводы. Потому что, согласитесь, если вы его возбуждаете, то педофином он быть никак не может. А если у вас есть какие-то проблемы, то тогда, в большей долей вероятности можно говорить о том, что у него есть эти склонности. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.